Что общего у Карла Маркса, Льва Толстого и Конора МакГрегора? Бороды! Вот что объединяет их. Ну, вы поняли, к чему я клоню? Правильно, сегодня мы с вами поговорим о разных видах бород и о том, как они называются на английском. Меня зовут Антон, и это канал Puzzle English Life. Для начала стоит сказать, что борода по-английски это beard. Начнем с классической бороды, или, как ее еще называют, русской. По-английски такая борода называется full beard, то есть дословно полная борода. Она покрывает всю нижнюю челюсть, соединяясь с бакенбардами и усами. Среди счастливых обладателей full beard были замечены Джордж Клуни, Джейк Джилленхалл и Джаред Лето. Перейдем от России к Франции. French fork. Дословно французская вилка. Особенность этой бороды заключается в том, что ее нижняя часть по форме напоминает французскую вилку. Джонни Деппу очень нравится. Ducktail. Дословно это получается утиный хвост. Это, собственно, полная борода, которая пострижена сверху вниз и по форме напоминает тутиный хвост. Goatee. Испаньолка или бородка клинышком. Но вообще дословно goat это козел, и поэтому у нас частенько такие бороды называют козлиными. Anchor. Это якорь. Такая борода проходит вдоль подбородка, соединяясь под нижней губой. Растительность в области щек и у висков отсутствует. Такая борода сочетается с тоненькими усиками. Как они называются, кстати? Правильно, Pencil Mustache. Если не смотрели мое предыдущее видео про усы, ссылка в описании. Так вот, в сочетании с такими усами эта борода как раз и напоминает корабельный якорь. Только взгляните на anchor Дэвида Бекхэма и Роберта Дауни-младшего. Старый голландец или Old Dutch. Это полная борода, но без усов и с выбритым участком под нижней губой. Кстати, обратите внимание, что Dutch это голландец или голландский, не датчанин и не датский. А датский будет Danish. Просто очень часто эти слова действительно путают. Первоначально слово Dutch в английском языке относилось ко всем, говорящим на германских языках, народам, которые проживали на территории Европы. Постепенно это название стало употребляться только по отношению к тому германскому народу, с которым у англичан было, ну просто, большее количество контактов, чем с другими. Например, по причине географической близости или всяческих конфронтаций в торговле и других отраслях. И вот этим самым народом и стали жители будущей Голландии, поэтому Dutch это голландский. Не путайте. Balbo. Balbo. Это широкая, но не полная борода. Она покрывает подбородок, часть скул и имеет обозначенное основание под нижней губой. Частенько образ обладателей Balbo дополняют средней толщины усы. Эту бороду в свое время назвали в честь Итала Balbo. Это такой итальянский политический военный деятель. Friendly Mutton Chops. Дословно это название переводится, ну, крайне забавно. Дружественные бараньи щеки. Бараньи щеки? По сути, это такие широкие бакенбарды, которые закрывают половину щеки и скулы. Усы врастают в баке по линии верхней губы, а круглый подбородок и квадрат под нижней губой выбриты. Росомаха был большим любителем таких щечек. А вы смотрели Стар Трек? Там была такая вымышленная цивилизация воинов-гуманоидов, которая называлась The Clean On. Верхняя губа у них была выбрита, но разъемы, соединяющие ее с полной бородой, оставались. Именно по этой причине вот такие похожие бороды и называют The Clean On. Рэп индустрии стандарт. Стандарт рэп индустрии, ну или просто рэперская бородка. Такое вот странное название носит тоненькая полоска растительности от баков вдоль всего подбородка. Ну и она соединяется с карандашными усами. Pencil Mustache. Она была просто супер популярна когда-то среди рэперов. Привет фифти-сенту. А вот когда бреет все лицо, но оставляет лишь небольшой участочек растительности под нижней губой, то вот такой островок называют Soul Patch. Как бы заплатка для души. Он также известен как Mouche с французского муха. A flavor saver. Хранитель аромата. Или Jazz Dot. Джазовая точка. А появился такой вид бороды в середине 50-х, в начале 60-х. И поначалу преимущественно у афроамериканских джазовых исполнителей. На фото у нас Дизи Гелеспи. Виртуозный джазовый трубач. Chin strap. Полоска на подбородке. Такая борода растет полоской от висков на нижней челюсти. Помните Джулса из «Криминального чтива», которого сыграл Samuel L. Jackson? Так вот, его тип бороды так и прозвали. Уинфилд. По его фамилии. Это композиции из бакенбард, спускающихся чуть ниже уха, а также усов, уголки которых обрамляют рот до основания нижней челюсти. Фух, ну вот вроде бы и все по видам бород. А какая вам нравится больше? Напишите нам это в комменты. Ну или если мы что-то забыли, тоже добро пожаловать в комментарии под этим видео. И не забудьте перейти по ссылке в описании на мой любимый сайт puzzleenglish.com. Там можно найти кучу классных уроков, в которых я, например, не только про бороды вещаю, но и вообще много всего полезного рассказываю. Регистрируйтесь и пробуйте все доступные сервисы. Не успеете заметить, как начнете говорить на английском, как на родном. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Антон. Have a nice day. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok